Вот хочу показать, как я сейчас буду сажать лепестки. Купила я верховой торф. Вот такую упаковку. Не чернозём, не землю, а именно торф верховодный. Там написано верховой торф. Вот видите, перевёрнута. Торф верховой сфагновый, кислый. Вот в него сейчас будем сажать лук. Я вот поверху вот так вот разрезала. Так, откроем туда. Он такой вот рыхленький, хороший. Сейчас я поливать не буду. Он такой нормальной консистенции. Не буду его увлажнять, лук сажать. Я лук посажу и через денёчек я полью. Лук я купила на складе. У нас есть такой склад с отхода Пахмы. Мы там всё покупаем. И там вот мелкий лучок был. И мы его взяли на зелень. На еду он больно мелкий, вот этот лук у нас вот такой. Ну, вы видели, наверное, собак, когда мы дома снимаем. У нас там мешочек лежит, вот видите. Этот лук я уже в марганцовочке замачивала. Вот где не проросли я сейчас. Я сильно не срезаю вот эти штучки, верхушечки. Потому что повредится само вот это вот пёрышко. И может туда попасть луковая мука. И весь лук будет такой точечками, крапинками. Вы, наверное, знаете. Потому что лук не любит, когда тепло. Лук любит, когда холодно. Чем раньше вы лук посадите, тем лучше. Если будет жарко, в парнике у нас днём жарко. И я боюсь, что эта луковая муха может здесь появиться. Поэтому срезать я буду очень аккуратно вот эти вот уконосики. Вот. Чтобы не повредить сами вот эти вот пёрышки. Лук. Вот я сейчас покажу. Вот так вот берём луковички, да. Вот сколько тут мы выберем. Вот он уже пёрышок. Смотрите, видите, как. И вот так вот. В притык сажаем. Лук, если на перо, его много места не надо. Ему луковицу саму расти не надо. Ему надо, наоборот, расти вверх, перо давать. И поэтому луковички сажают впритык. Луковичка к луковичке. Чем хорошо торф для посадки лука, если вы не в землю сажаете, тем, что торф не надо делать дренаж для стока воды. Вот у меня здесь дырки я не проделала. Сплошной, сплошной вот этот вот целлофан, к которому он находился. То есть торф, он не киснет. Ну, что делать дренаж? Для того, чтобы, когда вода застаивается, начинает киснуть земля, плесневать. У торфа такого не бывает. Ну и, конечно, переливать не надо. Лук, конечно, водичку любит. Вот так вот, видите как. Так вот раз. Я сама вот так втыкивать не буду. Он даже вообще засох. Я его не буду сажать. Я его сейчас собакам положу отваривать. Или там курочкам кину. Кушайте. Лучок мы себе и птичкам. Вон она, драку собаку. Кстати, репчатый лук, они очень... Вы смотрите, что делать. Сейчас я им кину луковичек. Они очень любят. Вот просто лукой все разрежьте, бросьте. Они ее съедят, одни корешки останутся. Вот я нарезала лук. Видите, пожертвовала. Пожертвовала луком. Ну, лука у нас много. Думала, сейчас я разревусь. Да нет, сладенький лучок. И дадим курочкам. Смотрите, как они с удовольствием будут есть его. Лук они очень любят репчатый. Для них это вообще витаминка. Не просто даже зеленый, а репчатый лук. Ну, вот все, все зерно расковыряли. Ну, вот что вы за одним-то бегаете? Одну возьмут и другу-труга... Вот, видите, они склевывают. Сейчас другим курочкам дадим. Другим дадим. Цепи. Цепи, цепи. Они все же клюют. Они сейчас просто сытые. Кушайте, кушайте. Все, клюют, клюют, ковыряются. Там одна так и бегает с этой луковицы. И от нее отбирать. Ну, вот что вы за одной-то бегаете? Ой, мартышки. А петухи-то не очень. А вот курицы любят. Ну, они яйца несут им. Витаминчики нужны. Вот надо обязательно залезть и в тарелку. Ну, вы посмотрите, обязательно курицам. Петухи не залазят умные. А вы дурочки. Прямо в тарелку лезете-то. Видите, кушают лучок. Хорошо кушают. Смотрите, как они хорошо. Не жалейте, давайте иногда. Ну, не каждый день, конечно. Раз в недельку можно дать. Да, да, сейчас немножко он развеется. Завтра сейчас они поели. Может, к вечеру он размякнет еще немножко. Вся вот эта. Не замачивать ничего не надо. Нормально все. Так что вот. Кушайте, кушайте, клевайте. Кушайте, кушайте, да. Летом у нас в улет уходила. Ну, в общем, вот так вот сейчас я весь лук посажу и покажу вам. Потому что уже не надо до такого, конечно, допускать. Это, конечно, уже переросло. Просто вот времени не было. Приготовила, видите, купила. А делать никогда было. Купила для помидоров. Рассажать. Вот такой вот. Или. Видно, рассажать помидорчики. Уже. Вот такой вот. Разный. Посмотрим, в каком лучше. Два вида разного купила. А то этого. Земли, грунт. Универсальный для томатов и перцев. А это почва грунт с биогумусом. Видите? У меня немножко перевернута. Живая земля для рассады овощей. Нет. Здесь будем сажать. И здесь у нас рассада будет. Ну, все. Сейчас я посажу и вам покажу. Я вот уже свет включили. Уже свет включили. Ну, лук весь съели. Смотрите-ка. Все съели почти. Ну, вот я немножко лука посадила, который... Не дает говорить. Сейчас я его не поливала, потому что он такой вот... Ну, приятный такой. Не сырой, но и не влажный. Полью я завтра. Что хотела говорить? Что хотела говорить? Лук. Вот я сейчас посадила только те, которые корешочки уже выросли. И у кого вырос, перушки начали расти. Вот хотела показать, что никогда не втыкивайте вот так вот лук. Делайте ямочку по пальчику и заглубляйте. Потому что вот эти сами корешки, они очень хрупкие. У лука, конечно, они растут быстро, но это как бы потеря времени. Сделайте углубление вот так вот. Ну, конечно, лучше в перчатках это делать. Вот. Это посадка вторых. Конечно, уже после такой работы, этого самого, после такой обработки, ну, посадки, вот эта корешка туда уже не идет. Он выбрасывается. Повторно у него не сажается ничего. Так что вот. И не надо делать никакой дренаж. Он прямо вот так вот лежит. И поливаем. Так что вот такие вот дела. Пошла за следую. У нас тут немножечко у меня вот лук остался. Но это если так будет без росточков, я пойду дома посмотрю. Может найду еще с росточками. Вот, у меня две сетки с луком. Еще, видите, маленькие корешочки. Они очень-очень тонкие. Вот. Видите, они такие тонюсенькие. Прямо мочусенькие. Вот луковичку вот эту. Просто я даже иногда вот просто руками снимать. Вот эта штучка я снимаю. Больше не обрываю. Потому что если... Вот если она руками... Вот даже, кстати, смотрите. Сейчас я сделаю эксперимент. Сейчас я сделаю эксперимент. Как у меня получится, не знаем. Вот если мы срежем побольше луковицу. Я с ней разрезаю чуть-чуть. Если мы срежем побольше луковицу. Даже вот взять ее и разрезать пополам. Вот разрежем ее сейчас пополам. И посмотрим, где у нас росточек. Вот. Видите, росточек? Он уже начинает пробиваться. Если много срезать... Вот эти луковички, вот эти... Они начнут гнить, влага в них попадать. Мы же будем поливать сверху. Они начнут гнить. И как бы, ну... Когда луковица повреждена, и любое растение, оно сначала идет... Всю силу пускает на восстановление своих поврежденных органов. А потом уже на рост. Поэтому я, честно говоря... Ну, это и не я придумала. У нас никого нету в роду. Вот видите? Я только открыла, а уже вон она. Видите? Видите? Если я побольше срежу, я срежу. И в нее попадет луковая муха. Вот эту, например, тоже давайте. Вот у меня грязная. Ну, не люблю я в земле. Я люблю, люблю руками трогать. Ну, конечно... Сейчас мы тоже вот это вот снимем, посмотрим. Ну-ка. Ну, здесь глубоковато. Вот так вот кончик. Буквально чуть-чуть. Там уже виден. Так что, ну... У кого какие способы, конечно. Кому как нравятся. Свои навыки кто-то дезинфицирует. Я просто знаю, что растения... Если мы срежем, мы повредим саму луковицу. Вот эту живую, которую. Если вот эту вот луку, так это не страшно. А живую луковицу, если мы повредим перышки, вот эти вот шелуху, оно будет стараться... Будет стараться восстановить сначала вот это вот. Сила вся уйдет на это. Ну, все. На этом пока заканчиваю. Вот такие вот. Сейчас мы посадим еще. Вот видите, я сняла верхушечку. Видите, вот. Пожалуйста. Так что вот. Так что вот. Ну, все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Сейчас мы это тоже посадим. Я пойду. Так, здесь у меня все сидит. Здесь ямку пальчиком сделали, посадили. Ямку пальчиком сделали. Нет, это сюда неудобно. Вот сюда ямку. Посадили, закрыли. Здесь все уже сидят все. Ну, вот так вот я это делаю. Может, скажешь, зачем вот показывать? Ну, я вот, например, когда начинала, купила... Мы сюда приехали, купила участок. Я вообще не знала, как что делается, когда сажается, какую глубину копается ямка, как семена обрабатываются. Я вообще ничего не знала. И благодаря свекрови нынешней, она вот мне прямо показывала, какую глубину ямки делать, как рыхлить, как полоть. В общем, и поэтому, как бы, ну, я считаю, может, кому-то пригодится. Посмотрим, как вырастет лук. Все, спасибо за внимание. Пока-пока.